Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы начинаем работу в прямом эфире. Сегодня 1 сентября, это и первый день осени, и первый наш прямой эфир после летних каникул, и, конечно же, главный праздник, День знаний. И сегодня в нашей студии начальник управления образования Ленинского муниципального района Ольга Васильевна Алешкина. Добрый вечер, Ольга Васильевна! Добрый вечер! С праздником вас! Ну, с праздником, конечно, всенародным, я бы хотела сказать. И мне также хотелось, наверное, каждую семью, каждого жителя Ленинского муниципального района поздравить с таким днем, потому что к нему причастны, наверное, действительно, если не все, то очень многие. Поэтому я думаю, что новый учебный год будет полным открытием для наших детей, успешным для наших педагогов и, наверное, наполненным заботами, но хочу пожелать приятными для родителей. Я думаю, что праздник этот не мог быть таким ярким и красочным, наверное, и вот в таком полном объеме, если бы до этого не было проделано огромной работы. Я намекаю на то, что последние, особенно дни, наверное, и, может быть, даже недели, дни, часы даже, мы ждали открытия новых школ. Но прежде чем их открыли торжественно, да, как это полагается, была действительно проведена огромная работа. Некоторых школ ждали прям вот с нетерпением и долгие годы. Я говорю сейчас о школе номер 10, городовидное, которая все-таки, несмотря ни на что, открылась сегодня. Новый корпус школы номер 2, городовидное. И школа, большая, красивая школа в Бутово, Бутовская школа номер 2, которая получила такое название. Сегодня, кто смотрел новости, видели открытие всех этих школ. Но я хотела бы заглянуть вот именно в то время, когда еще создавались последние штрихи. Давайте посмотрим сюжет, который рассказывает нам как раз о Бутовской школе номер 2. Какая она была буквально три недели назад. Хорошо, это заманчивое предложение вспомнить, как готовилась эта школа. Смотрим. Новая школа гармонично вписалась в общий архитектурный облик микрорайона, оказавшись в окружении высотных жилых зданий, как в оазисе. Добираться до места учебы юным жителям дрожжено будет несложно. Школу ждали с нетерпением, все два года следили за ходом строительства. И вот она готова. Почти. Остались последние мазки. Сотрудник главстроенадзора Валентина Зверева на данном объекте была не раз. Сегодня, говорит, предпоследнее посещение. Ряд мелких недочетов обещают устранить. Время на это еще есть. Но в следующий раз комиссия должна принять здание, разрешить эксплуатацию. А значит, недочетов быть не должно. Эта школа, она достаточно высокого уровня. Она соответствует всем требованиям современным. Здесь предусмотрены все необходимые процессы, учебные процессы. Здесь предусмотрены и локационные зоны, и рекреационные зоны, и спортивные мероприятия. Два спортивных зала с хорошим оснащением. Футбольные полы. Здесь очень многие виды спорта дети будут заниматься. Инспектирующие прошли по кабинетам и залам. Оценили необычные парты с поднимающимися столешницами. В актовом зале понаблюдали за установкой кресел. Три дня назад начали сыграть. Когда закончите? Сегодня закончим. Насколько, на ваш взгляд, хороший будет зал? Очень хороший. Таких залов очень мало. Актовый зал – это немало важно. Он на 500 мест. Это присутственное место. У нас в сельском поселении, в данном микрорайоне вообще нет присутствного места. И для населения, и для встречи, и главы района. Да и хоть каких мероприятий проводить. На самом деле, у нас современное здесь оборудование. Если вы все видели, и мультимедийные доски, и парты определенного формата. А это спортивный зал новой школы. Он уже почти готов к эксплуатации. Большой интерес вызывает особо прочный спортивный линолеум. Специалисты уверены, что он прослужит как минимум 20 лет. Практика назначать директора школы задолго до начала учебного процесса прижилась в районе. И по твердому убеждению главы муниципалитета правильное решение. Директор этой школы Ольга Амелькова год назад вступила в должность и отслеживала этапы строительства, внося свои предложения, требуя качественного выполнения всех работ. Ведь здесь ей быть хозяйкой. Ольга Ивановна уверена, ученикам в школе будет уютно, как дома. Готовы учебные кабинеты, готовы актовые спортивные залы, готова библиотека. Остается немножко доделать. Дополнительное оборудование, которое будет поступать, и поступает днем и ночью. Оборудование устанавливается, учителя набираются, школа ждет будущих учащихся. Новая школа рассчитана на 825 учеников. Весь последний год, помимо строительных работ, администрация школы занималась укомплектовкой кадров. По словам директора, на сегодняшний день кадровый состав педагогов набран полностью. Пока эти классы еще не слышали щебет одесских голосов. За этими партами еще не сидели ученики. Но пройдет немного времени и наступит 1 сентября. Сюда придут ребята, школьники, для которых начнется новая, интересная, самая необыкновенная жизнь. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Вот вернулись немножко назад, да? И я думаю, что и вы вспомнили вот этот вот сложный период и для вас тоже, как для руководителя. Все-таки добились своего, все-таки открыли эти школы. Да, действительно, сегодня знаменательное событие. Наша муниципальная система образования приросла прекрасными школьными зданиями со всей необходимой инфраструктурой, как для получения детьми общего образования, так и дополнительного образования. Тем более, что сейчас перед нами стоит задача интеграции общего и дополнительного образования для более глубокой социализации и развития детей. А эти новые здания школьные обладают всем необходимым для этого. И мы в сюжетах и в новостном ряде видели, и вот сейчас, что это великолепные условия и для занятий физкультурой и спортом. И, как говорили в рамках нашей муниципальной программы «Школьный двор», эта инфраструктура будет служить не только для обучающихся, но и для жителей поселений, которые проживают в микрорайоне того или иного образовательного учреждения. Это замечательные актовые залы, я бы даже их так не называла. Это неподходящее название для них. Это великолепные концертные такие площадки, концертные залы, где, безусловно, можно развивать и театральную деятельность их, хоровое искусство, музыкальное, вокальное и так далее. Это помещение для изо-студий. Это не один тренажерный спортивный зал, а целый набор. — Оборудованные. — Оборудованные. — Оборудованные учебные кабинеты. Не только мебелью, но и учебными пособиями, и таблицами, и всевозможными дидактическими материалами. И просто, я думаю, каждому учителю это очень важно — иметь вот такое оборудованное рабочее место, где можно так эффективно построить образовательный процесс, чтобы наполнить его и смыслом, и содержанием, и интересом для детей прежде всего. И, конечно, мы уже говорили о том, что эти события, да, открытие трех новых школ позволяют нам решать задачу перехода из двухсменного режима работы на односменный режим. Да, действительно, сегодня открылась столь важная, долгожданная и, наверное, выстраданная десятая школа. Выстраданная просто для родителей прежде всего, потому что они вынуждены были детей отправлять в соседний, скажем, микрорайон, из нового шестого микрорайона в старую часть города. И вот четвертая школа, которая в основном и приняла детей из этого микрорайона на обучение, сразу перешла на работу в две смены. Таким образом, мы разгрузили четвертую школу. Она сейчас в одну смену? Она сейчас, да, с первого сентября будет учиться в одну смену. Девятая школа, которая по соседству от десятой, также перешла в односменный режим работы. Я считаю, это просто великое достижение для нашего города. И, конечно, то здание, куда перешла вот сейчас Видновская школа номер два, также позволило этой школе заниматься теперь в одну смену. А насколько мы знаем и понимаем, вот директор Татьяна Анатольевна Самохина не так давно приоткрыла нам страшную тайну. Я сама об этом не знала, что все 65 лет со дня создания, открытия этой школы работа велась только в две смены. То есть они не знали, что такое односменный режим работы. И теперь они, безусловно, и учителя, и дети познают эту радость. Поэтому действительно сегодня, наверное, эпохальные события. Если говорить о Бутовской школе номер два, она единственная в новом микрорайоне. И она сделала также доступным, я говорю вот о той самой шаговой доступности для детей, для получения ими общего образования. И сегодня директор в сюжете нам рассказывала о тех великолепных возможностях, которые открывает эта новая школа. Она действительно послужит, наверное, не только детям, но и взрослому населению микрорайона, потому что она будет выполнять задачи и некого досугового центра, потому что другой инфраструктуры для дополнительного образования в этом микрорайоне сейчас нет. И я думаю, что на долгие годы наше образовательное учреждение останется там единственным центром интеллекта, мысли, образования, культуры, досуга, ну и, безусловно, физкультуры и спорта. А для этого все условия там созданы. Я знаю, что там 825 мест, и пока еще не все заполнены. То есть, в общем-то, все, кто хотел, туда попал, да? Все, кто хотел, туда попал. И мы понимаем, что эта школа открыта в развивающемся микрорайоне, и что, конечно, она будет заполнена до своей проектной мощности, возможно, даже до конца учебного года. Я этому не удивлюсь. А педагогический коллектив? Вот очень много директора назвала кружков, ну и также основные предметы. То есть, педагогический коллектив тоже полностью набран? Да, я это могу подтвердить. Слова директора. Когда мы говорили о том, как мы готовились к началу учебного года, дело в том, что подготовка к новому учебному году, она не заключается только в проведении ремонтов, в строительстве, открытии новых школ. Она предполагает также работу с педагогическим составом. Это повышение квалификации, переподготовка. И, конечно, если мы говорим о новых образовательных учреждениях, это наполнение их педагогическим коллективом. И, конечно, всегда есть опасение, что мы не справимся с этой задачей, потому что надо принять не одного двух учителя, а целый педагогический коллектив, порядка 50 человек и более. И мы с этой задачей, надо сказать, справились. К нам пришли квалифицированные кадры. Есть кадры, конечно, которые имеют, может быть, не такой великий опыт педагогической деятельности, но есть желание работать в образовании, работать с детьми. Пришли педагоги дополнительного образования, разной направленности, и вокалы, и хореографии, и изо-деятельность. То есть, безусловно, спортивное направление. И все это нам, конечно, позволяет с уверенностью говорить, что мы сможем и с этой точки зрения работать успешно. Что у нас есть кому войти сегодня в классы и работать с детьми. А вот по поводу Видновской школы номер два. Она полностью переехала в новое здание, и там реконструкция в старом здании, или все-таки учатся сейчас в двух зданиях, будут учиться? Нет, сейчас обучение в старом здании не ведется, поскольку наступил такой этап реконструкции, которая не может проводиться в присутствии детей, и поэтому вся школа сегодня справила новоселье в новом здании. Ну, а после проведения реконструкции, когда будет выстроен соседний новый блок, где будет располагаться новый современный спортивный зал, учебные мастерские, библиотека современная, тогда эта школа заработает снова в свою полную мощность. Летом, кроме того, что мы ждали открытия новых школ, и проводился ведь ремонт в уже существующих, какие школы претерпели изменения? Действительно, очень важно. Конечно, мы получаем новые образовательные учреждения, просторные, яркие, я бы сказала, такие необычные, самобытные, но мы не должны забывать уже о имеющихся образовательных учреждениях и должны помнить о том, чтобы в них было комфортно и безопасно для наших обучающихся, которые их посещают. В этом году летом претерпели, наверное, также значительные изменения школ, которые давно не подвергались ремонту. Это Видновская школа номер 6, есть Видновская школа номер 4, 1, 5 и Видновский художественно-технический лицей. Мы постарались выполнить ремонты в местах общего пользования, в рекреациях, в коридорах, входные группы отремонтировать. То есть мы подошли к этому вопросу поэтапно, поскольку лето кажется долгим, но оно на самом деле короткое, потому что в июне месяце мы не можем проводить ремонты. У нас итоговые аттестации, экзамены, летние оздоровительные лагеря на базе школ. И, собственно говоря, для ремонта остается не так много времени, поэтому мы справились пока вот с таким объемом. Но, безусловно, на следующие годы планируется уже войти в классы, где это как бы необходимо, и поэтапно продолжать ремонтировать, поддерживать в должном состоянии и школы, которые у нас уже со стажем. А вот мы, кстати, делали сюжет весной о шестой школе. Вот сейчас там на каком этапе завершился ремонт? Мы просто туда давно не заезжали. Я вам советую туда подъехать, потому что школа преобразилась неузнаваемо, начиная с фасада. Он яркий, новый, красивый. Благоустройство территории. К сожалению, еще не совсем закончено, но не закончена та часть, которая как бы не мешает заходу, проходу учащихся на территорию школы. Преобразились также коридоры, некоторые кабинеты. Выполнен хороший такой вот ремонт. Поэтому, если, я помню, один из эфиров был, когда ученик этой школы обратился и попросил поменять окна, потому что там и температурный режим зимой был какой-то, не очень благоприятный в некоторых кабинетах. Так вот, это счастье там тоже случилось. Ну, действительно, я советую как бы снять и сюжет о шестой школе. Я знаю просто, что директор этой школы, Ирина Ивановна, очень радеет за свою школу, очень переживает, в том числе и за кадры, которых там, ну, мы знали, что там их какое-то время не хватало. Сейчас, кстати, как там с кадрами? С кадрами там все благополучно. Вот буквально вчера Ирина Ивановна заполнила последнюю оставшуюся у нее вакансию. Был принят молодой учитель начальных классов. Очень хорошо, потому что, на самом деле, эта школа единственная, а там разрастается и вокруг все микрорайон, и очень она нужна. Эта школа и нужны учителя. Вот мы с вами поговорили о том, что открыли школу. А какие школы еще планируются открыть? Я знаю, что на Володарке там же идет строительство. Уже мы недавно тоже показывали сюжет буквально на днях, что там, ну, уже на таком хорошем этапе, что в следующем году ожидается открытие этой школы. Да, мы поговорили с вами о открытии школ к первому сентября. Хочу сказать, что на территории Московской области к первому сентября открывались 14 школ. Так вот, мы сказали, что три были в Ленинском районе. Если учесть, что муниципалитетов около 70, да? Да. Поэтому как бы вклад Ленинского района, он, в общем-то, не соизмерим, наверное, в этой истории с другими муниципальными образованиями. И до конца текущего 2016 года планируется завершить строительство школы на 600 мест в поселке Володарского, что также позволит нам в 2017 году разгрузить существующую Володарскую школу, которая сейчас занимается также в две смены уже не один год. И к концу года также будет завершаться строительство блока начальной школы на территории Винновского художественно-технического лицея. Мощность этой пристройки 300 мест. И это также будет нам давать возможность перевести наш лицей также на работу в одну смену. То есть вся началка переедет в этот блок? Да. У них там и спортзал свой будет? Будет там спортивный зал, там будет обеденный зал. То есть вся необходимая инфраструктура будет создана отдельно для учащихся именно начальной школы. Там будет, наверное, царство младших школьников. Это очень хорошо. А у нас уже есть вопрос от телезрителей. Будут ли возрождаться мастерские в школах и уроки труда для мальчиков? Я, кстати, знаю, что у нас в некоторых школах-то, ну не знаю, во всех или не во всех, но может быть человек как раз спрашивает там, где нет таких мастерских. Но в некоторых есть. Это такая актуальная проблема. И когда мы говорили, да, о вновь открытых школах, там имеются учебные мастерские и для девочек, в том виде, в котором, да, мы привыкли. Кулинария, швейная, да, мастерская, мастерские для мальчиков, значит, слесарные, по деревообработке. И что самое важное, имеются педагоги, которые смогут на этом оборудовании обучать детей. Кроме того, в наших существующих школах это направление также сохраняется. Но есть разные подходы, да, к так называемому нашему трудовому обучению. Есть же программы, которые интегрированы и для мальчиков, и для девочек. Когда мальчики также учатся ведению домашнего хозяйства. Ну, замечательно, у нас так и было. Вот это такое перспективное, интересное, кстати, для мальчишек направление. Поэтому мы этому также уделяли, и будем уделять развитию этого направления, трудового обучения, если вот так говорить. По современным языкам, это образовательная область, технология, конечно, она присутствует в нашем учебном плане. И должна быть там. Мы будем немножечко отходить назад по времени, потому что мы сегодня начали с 1 сентября. Но буквально два с половиной месяца назад все переживали, как же пройдут экзамены, как сдадут ЕГЭ, особенно те, у кого дети сдавали, это ЕГЭ и сами те ребята, которые экзамены держали. Вот каковы в целом результаты этого года, и насколько, может быть, легко или сложно прошел этот экзамен, как для ребят, так и для, в общем, в целом для школы? Ну, мы должны понимать, что ЕГЭ – это экзамен, это испытание. А испытание, наверное, легко пройти нельзя. Поэтому это ответственный очень этап в жизни не только выпускника и его родителей, но и учителя, который готовил и подвел этого ученика к итоговому испытанию. И это испытание, да, и очередной экзамен для образовательного учреждения. Потому что, как мы не говорили, что итоги ЕГЭ не могут быть показателем качества работы до образовательного учреждения, но это, знаете, лукавство. Все равно это результат работы и это качество работы. И если говорить о качестве этой работы, то результаты у нас как бы стабильные в этом плане. У нас в этом году были, так же, как и в прошлом году, стобальники. Правда, их было на одного человека по количеству меньше. Нас порадовали выпускники Винновской школы номер 7, которые получили абсолютный итоговый результат 100 баллов по литературе Бирюкова, Ярослава и Миронов. Романов и Игорь, извините, по русскому языку. И это традиционно выпускники Винновской гимназии, которые стабильно нам дают стобальников. Также у нас результат стабильный по количеству медалистов, 41 человек. У нас по 7 предметов повысились результаты, и они выше наших результатов предыдущего года. Но вместе с тем мы отмечаем по нескольким предметам снижение этого результата. Поэтому нам есть над чем работать, и мы уже наметили план работы. Уже в сентябре месяца мы планируем провести первые родительские собрания с родителями выпускных классов 9-11, как раз по вопросу подготовки к итоговой государственной аттестации. Потому что в мае месяце или апреле об этом говорить поздно. Надо уже сейчас наметить определенный алгоритм действий и для родителей, и для учителей, и для самих выпускников, как наилучшей, наверное, спортивной, как говорят, форме, ну это для спортсменов, а для нас вот такой вот успешной учебной готовности и психологической готовности, что немаловажно, подойти к выпускному экзамену и показать максимально лучший результат. Но я бы хотела еще сказать, что единый государственный экзамен – это такая процедура, которая каждый год преподносит нам некий сюрприз, либо в его содержании, либо в его организации. Так вот, уже сейчас… То есть изменения какие-то каждый раз? Да, бывают изменения. И в итоговой аттестации 2017 года также предвидится такое нововведение. Московская область наравне с Республикой Татарстан будут пилотной площадкой по апробации в 2017 году устной части по русскому языку. Мы знаем, что такое устная часть по иностранному языку. В 2017 году наши выпускники сдадут, кроме письменной части, еще и устную часть по русскому языку. Это, наверное, верно. Выпускники должны продемонстрировать свое умение устной речи, владения русским языком. Не только письменным, но и устным. Это вот такое новшество для выпускников 11-х классов. Ну а для выпускников 9-х классов, ну это уже, наверное, не новость. Мы опробировали в нашем предыдущем учебном году обязательные сдачи экзаменов, предметов, двух предметов по выбору. Но по результатам сдачи экзаменов по выбору будут уже эти результаты учитываться при подведении итогов, при получении аттестатов об основном общем образовании. Ольга Васильевна, а скажите, а вообще отслеживается дальнейшее, сколько поступило ребят, например, в этом году, в какие вузы? Да, мы отслеживаем, но пока вот результата такого мы не имеем, потому что сейчас педагогические коллективы, вернувшись из отпусков, как раз проведут этот анализ. И, наверное, в следующем прямом эфире я буду готова дать эту информацию. То есть все-таки это такая работа есть каждый год? Но это тоже показатель работы образовательного учреждения, школы, да, вот процент количества поступивших выпускников в учебные заведения высшего профессионального образования. Я, как сама мама двоих школьников, очень быстро, ну, таким словом сказать, подсела на электронный дневник. Очень мне это стало удобно, и, в общем-то, уже, наверное, сколько, года три пользуюсь с удовольствием. Знаю раньше, чем мне дети скажут о своих оценках, что они получили. Они, бывает, конечно, удивляются, сами привыкнуть, видимо, не могут. Но все-таки я считаю, что это замечательно, кто-то когда-то придумал. И знаю, что и электронный дневник, и электронный журнал, и электронная запись в школу сейчас у нас тоже получает такое хорошее распространение. Электронная запись в школу в этом году впервые была. Насколько это было хорошо, правильно и удобно? Я хотела бы, в первую очередь, отметить, что всего лишь семь районов Московской области, в том числе и наша муниципальная образовательная система, стали пилотными площадками именно по внедрению электронной записи в первый класс. Я хочу сказать, что этой услугой смогли воспользоваться 1878 первоклассников. Таким образом были записаны их родителями в первый класс. Безусловно, это очень удобно. Это позволяет, не выходя из дома, провести запись своего ребенка в первый класс. Конечно, там разработан подробный регламент предоставления этой услуги в электронном виде. Определены определенные временные интервалы, в течение которых родители должны заявиться в образовательное учреждение с пакетом документов. В течение какого времени происходит зачисление ребенка в первый класс. Это действительно удобно. Если говорить о электронном журнале, электронном дневнике, то это, безусловно, современная, очень удобная коммуникация всех участников образовательного процесса. И ребенка, и родителя, и учителя. И мы эту коммуникацию будем развивать. В прошлом году у нас два образовательных учреждения, Измайловская школа и школа номер 9, целиком и полностью перешли на ведение классных журналов в электронном виде, отказавшись от бумажного варианта. Это большая экономия, наверное, времени рабочего, в первую очередь для учителя. И в этом году у нас все школы переходят на документооборот, скажем, без бумаги, именно в части ведения классного журнала. Вот школьный портал, который дает возможность электронной записи в первый класс, ведение электронного журнала и электронного дневника позволяет также получать родителям очень быстро информацию о текущей успеваемости, о школьном расписании уроков, о получении домашнего задания. То есть не надо звонить родителям одноклассников, если там ребенок по какой-то причине, по болезни, допустим, пропустил уроки. То есть все это доступно, короткие промежутки времени можно осуществлять. Но это современно, удобно, это будет развиваться. Я знаю, что и эта тема, и многие другие обсуждались на педагогической, самой главной, наверное, для всех педагогов конференции, которая по традиции проходит в конце августа. Давайте посмотрим сюжет и потом еще продолжим эту тему. Хорошо. Галина Копейкина Галина Копейкина – учительница русского языка. Она работает в Видновской школе номер два. Несколько лет назад женщина встала в очередь на получение квартиры. До этого жила в общежитии. Чтобы было время подготовить необходимые документы, о вручении ключей ее предупредили заранее. По словам Галины, на конференцию как на праздник. Она шла не только поэтому. У меня сегодня день рождения еще, и это самый такой главный подарок в моей жизни, можно так сказать. Один из самых главных подарков в моей жизни. Ну что, у меня ждали жилье. Вместе с Галиной Копейкиной свое жилье получили еще семь работников образования. Новые квартиры вручали в акт вам зая нового корпуса школы номер два. Здание рассчитано на более чем 600 учеников и уже оснащено всем необходимым оборудованием. Второй корпус второй школы позволит ученикам забыть о второй смене. В результате грызть гранит науки станет намного удобнее, уверены в правительстве области. Дети начнут учиться совершенно в других условиях, комфортных, в современных, получать знания другого уровня и получат доступ ко всем бытовым удобствам. Это и спортивные залы, и актовые залы, концертный зал и, само собой, столовая, оснащенная по самому последнему слову техники. Из уже построенных и действующих лучшими школами в 2015-2016 учебном году были признаны сразу две – Измайловская и школа совхоза имени Ленина. Назвали в управлении образования и отстающих. Это первая школа в Бутово и вторая в Вивнам, как раз та, которая принимала в этом году конференцию. Чуть снизили свои показатели выпускники прошлого учебного года на ЕГЭ, но, как говорится, бывают у нас и какие-то сбои. Они зависят не только от учителя, это обучение, образование, это обоюдный такой процесс. Чтобы контролировать этот процесс было удобнее родителям учеников, в районе активно внедряют электронный дневник и журнал. Эксперимент начался несколько лет назад. В наступающем учебном году документы оборот без бумаги введут все, без исключения, образовательные учреждения Ленинского района. Татьяна Брылова, Алексей Пиминов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Ольга Васильевна, я знаю также, что с этого года еще большая поддержка оказывается многодетным семьям. Потому что все знают, что купить форму, хорошую форму, современную, сейчас стоит больших денег. И компенсацию будут давать в органах социальной защиты. Расскажите об этом. Несколько слов буквально. Как это будет происходить? Да, совершенно верно. Я бы хотела даже как-то акцентировать внимание родителей семей, имеющих статус многодетной семьи. На это решение очень грамотной, своевременной правительства Московской области о выплате частичной компенсации на приобретенную школьную форму семьям многодетным. Эта сумма определена не свыше трех тысяч рублей на одного ребенка, совершенно верно. Выплаты будут проводиться управлением социальной защиты. Уже сейчас можно родителям обращаться. Порядок выплаты компенсации определен. С ним можно ознакомиться родителям на сайтах управления образованием, управления социальной защитой, на сайтах наших образовательных организаций, наших школ. Для этого надо обязательно родителям обратиться в школу для получения справки о том, что их ребенок является учеником данной школы, что приобретена школьная форма установленного образца. В этом году двухразовое бесплатное питание будут получать дети из многодетных семей, независимо от уровня их достатка в наших школах. Это также будет компенсироваться бюджетом Московской области. Будут выделяться средства в размере 60 рублей на ребенка, на его питание в течение дня. Поэтому хотела бы еще раз обратить внимание родителей, чтобы они поторопились и обратились в Управление социальной защиты за получением денежной компенсации на приобретение школьной формы. А вот такой вопрос про школьную форму. А ребенок должен учиться именно в районе, в Ленинском районе, да? Или, например, в московской школе, но живет в Ленинском районе? Это для жителей Московской области принято такое решение для обучающихся образовательных учреждений Московской области. Совершенно верно. Я в сюжете очень порадовалась за тех еще, кто получил ключи от квартир. Среди них наша любимая воспитательница Галита Грантовна Гзирян, которая работает в детском саду «Солнышко». Мы очень ждали вот этих ключей для нее, потому что знаем ее историю. И также и учителя получали квартиры. Насколько, на Ваш взгляд, вообще это важно, что такая работа у нас ведет, что ключи все-таки дают, что квартиры дают, поддерживают наших учителей? На самом деле это, мне кажется, архиважная задача повышения социального статуса, благосостояния, наверное, и благополучия каждого педагога. Потому что если у учителя обустроен быт, его ничто не напрягает, как мы говорим, и не отвлекает, если у него достойные жилищные условия, потому что бесспорно учительский труд, он очень напряженный. И учителю необходимы условия, нормальные условия, где он может просто восстанавливаться после учебного трудового дня. И то, что администрация Ленинского муниципального района с таким вниманием подходит к решению именно этой проблемы, это очень важно. Я думаю, каждый учитель, который получил не только 26 августа ключи от жилья, но и те педагоги, которые получили также возможность переселиться в новое комфортабельное жилье в декабре-январе, когда 30 декабря были вручены у нас 20 ключей нашим педагогам. Это, наверное, очень важно, и мы очень рады за наших педагогов. И вот эта церемония на педагогической конференции вызвала просто вот такой фурор и овации бесконечные. И это, конечно, свидетельство того, что мы не разучились радоваться счастью других людей, и мы сами. Вот я, например, счастлива за тех педагогов, которые действительно выстрадали это жилье. Ну, а кто именно, вы сказали, и мне тоже очень приятно, что и родители наших педагогов переживают за них и радуются вот их счастью. Спасибо вам большое. Ну, в общем-то, у нас и время подходит к концу. Я ещё раз хочу поздравить всех педагогов, всех школьников, всех родителей, потому что такая большая армия, которая сегодня вступила на эту тропу учёбы с праздником. Держитесь, учитесь. И я думаю, что когда мы будем большое внимание уделять нашим детям и нашему будущему, тоже будем уделять этим самым большое внимание. Спасибо вам большое за эту встречу, за эту беседу. А мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. До свидания.